И сегодня нам наконец-то удалось урвать на тест долгожданную новинку от Автоваза Это Lada Vesta SV Cross Машина новая на нашем рынке Думаю, многие уже видели ее на фотографиях Кому-то довелось уже увидеть ее вживую Машина только поступила в продажу буквально пару недель, как она продается И мы сегодня сразу сходу на новой машине попробуем ее в среде Для которой она, видимо, предназначена, намекает Cross То есть это будет легкое бездорожье В данном случае у нас SV Cross отличается от обычной Vesta Тем, что это, во-первых, кузов универсал О чем говорит у нас приставка SV Station Wagon И, соответственно, приставка Cross намекает нам на том Что у нее есть легкая подготовка под бездорожье Как заявляет производитель, клиренс увеличен до 203 мм При этом используются различные накладки Которые придают внедорожного антуража Но при этом машина также осталась переднеприводной И каких-то технических оффроудных фишек в этой машине нет Никаких электронных помощников я что-то пока не нашел Проверим, есть ли тут, кстати, имитация блокировки с помощью ESP Механических тут, естественно, тоже нету Потому что машина переднеприводная Блокировки в переднем редукторе также нету Но данный класс очень популярен Сейчас очень много машин переднеприводных Но с замахом на кроссовер К примеру, недавно машину мы такую тестили Это Peugeot 3008 Который смотрится как полноценный кроссовер Но не имеет даже как опцию полного привода На удивление, АвтоВАЗ сделал огромный шаг в дизайне Просто удивительно Машина смотрится не то, что не хуже своих конкурентов А конкурентов как таковых в эти деньги не найти Она смотрится даже порой лучше, чем машины, которые стоят дороже на полмиллиона То есть очень динамичный силуэт И при этом, что самое удивительное АвтоВАЗовцы умудрились это сделать на базе обычного седана То есть не трогая машину, по сути дела, до подоконной линии То есть задний бампер взаимозаменяемый Фонари полностью взаимозаменяемые И прочее, прочее Просто дорисовав, скажем так, вот эту пологую крышу У них получился очень классный автомобиль По крайней мере, по внешнему виду По технической части С появлением Lada Vesta SV Cross Также произошли обновления и обычной Vesta Теперь в данном автомобиле Избавились наконец-то от барабанных тормозов сзади Хотя к их эффективности особо претензий не было Но как-то не солидно Если честно, по современным меркам На легковом автомобиле иметь задние барабанные тормоза Изменили лючок Небольшие изменения Но думаю, это вы все и так Все знаете прекрасно Уже про это говорилось 10 тысяч раз Писалось в различных журналах Основное, конечно, это дисковые тормоза и новый кузов Субтитры сделал DimaTorzok Пробежимся по внешнему виду данного автомобиля Морда уже знакомая по Vesta По тому же самому X-Ray, который стоит рядом Они хоть с X-Ray мы отличаются Какими-то размерами Но общее стилистическое решение Осталось то же самое Так называемый X-Code автовазовский Смотрится свежо, современно Единственное, что фары, конечно, да Здесь рефлекторные Даже не с линзами По современным меркам, мне кажется, это уже отставание И автовазу надо догонять Я думаю, тем более, это не так дорого стоит И поставить уже более современные Со светодиодами, с линзой Может быть, даже уже Поставить LED-оптику Либо это еще дорого, наверное, для этого класса автомобилей Ну, можно было бы, конечно, им уже подзаморочиться с этим От стандартной Vesta Седана От стандартного универсала Который также появился с V-Cross Отличие это по низу в основном Бампер отличается Здесь вставочка Напоминающая, например, ту же самую аудио-урод Ну, в принципе, во многих автомобилях универсалах Повышенной проходимости сделана вот такая вставочка Имитирующая, как я понимаю, металлическую защиту Хотя по факту это кусок пластика И он страдает обычно в первую очередь Потому что он крашенный Сразу царапается И, скажем так, практичности не прибавляет Чисто дизайнерское решение Но основные отличия, которые сделали Обычную Vesta Весьма кургузу, на мой взгляд Очень красивым автомобилем Это как раз задняя часть То есть Автоваз не стал делать практичный универсал Как и они делали до этого Та же самая четверка Это просто коробок Одиннадцатая на базе десятки Такой же коробок Ларгус Ну, Ларгус достался, скажем так, от партнера Рено Ну, тоже коробок, по сути дела Здесь они пошли другим путем Сделали покатую крышу Насколько я помню Первую такую покатую крышу сделали Итальянцы На Альфа Ромео 156 Спортвагон она, кстати, так и называлась В принципе, здесь можно СВ расшифровать Как спортвагон Покатая крыша Да, страдает общий объем Но По факту Как мне кажется Чтобы грузить универсал под крышу Это единичный случай И по факту Потеря тут небольшого объема Не так сильно влияет Как выигрывает машина во внешнем виде До подоконной линии Это стандартная Веста Те же самые фонари Бампер взаимозаменяемый Но так как это у нас Версия Кросс Он здесь, естественно, другой С дополнительным стоп-сигналом С выхлопом Хромированными насадочками Весьма красивыми И есть тут еще такая Интересная штука Которая уже давно не встречалась Мне на легковых автомобилях Это стационарная петля Буксировки То есть Все-таки рассчитано Что Этой машиной Можно кого-то выдернуть Откуда-нибудь Видимо обычную Весту Из сугроба зимой Собственно Перейдем к интерьеру Начнем с багажника Так как мы Рядом с ним Багажник Весьма приличный по размерам Больше чем По моим, по крайней мере, ощущениям Чем на кроссоверах Которые построены Там на машинах Гольф-класса Да, конечно Из-за того, что они использовали Заднюю часть От седана Здесь Очень высокий порожек Для машин Классный универсал Скажем так С кузовом универсал Но за то Что здесь действительно универсально Это Различные приспособления В багажнике Здесь Всякие крепления Заводские Там для бутылок Например Для тех же самых Кармашек Очень мощное подполье Здесь Несколько отсеков Можно копаться Вынимать Увеличить Объем багажника Выкинув лишний пенопласт Отсюда Запаска В конце Тут опять же Емкости дополнительные И оцените Какой домкрат Опа Бутылочного типа Но Я так понимаю Это механический домкрат А не гидравлический Судя по весу Ну я уже давно Таких тоже не видел Не встречал на автомобилях Единственное Конечно Как-то здесь Это все Есть небольшие Эргономические промашки Хотя нет Она фиксируется Вот в таком положении Хотел сделать замечание Что Не Подполье Скажем так Первый ряд Не фиксируется И неудобно Скажем так Загружать Догружать что-то Там К той же самой Допаске добираться В общем Они сделали Такое бюджетное решение Кстати Удивительно Чтоб фиксировалось Просто Отливку в пластике Без всяких крючочков Без ничего Хотя наверное Сюда можно повесить Есть кстати Стационарные крючки Для пакетов Довольно много Раньше Вольцваген это Преподносил Как Какое-то открытие Что у них есть Откидные крючки Здесь уже Они стационарные Раз Два Три Четыре Розетка Двенадцать вольт Различные Приспособления Для крепления Сеток Сетка Вот стационарная Есть маленькая Тут карман В общем По багажнику Тут претензий Совсем нету К этому автомобилю Реально Универсальная машина Вот еще одно Подполье Тоже Фиксируется Таким же образом Классная машина Кальциумерная Единица Мы будем Использовать Пашу Я думаю Вы его видели По предыдущим Нашим видео У него Объем Немножко побольше Чем у меня Раза в два По весу Наверное Раза в три Залезешь сюда Что здесь Давай Лезь Да Метр восемьдесят На другого Объема Залезли За руль Пришлось Отодвинуть Сидение Относительно Моих Метр Восьмидесяти Что Ключ тебе нужен Регулируется Да Вот ты рядом На Ключ тебе Я не представляю Как Паша Вообще Ездит В машинах Я даже Что-то Не могу Понятно Как мне Тут удобнее Сидеть Ну по-моему Сейчас руля Оторвет Ну она На гарантии Ну Механический Отрыв руля Я не считаю Что это Гарантийный Случай Прям Чисто Чисто Это Гоночная Отсадочка Садись Сам за собой Нормально Без склеек Без монтажа Вадим Проход Что залез Нифига себе А дверь закроется Или упрёт А два тебя Влезет туда Он занял Все пространство По стеклу Растёкся Я думаю Два меня Влезут И ещё Яхов Теперь без склеек В багажник Нет В багажник Да Что у меня Багажник Нас много Надо Чтобы нами Багажник Мерить Кстати Тут Все спорят У Весты Ровный пол Или неровный пол В принципе Если Использовать Вот это пространство Для того Чтобы переночевать Хоть оно и весьма Короткое Я думаю Это пойдёт Только на плюс Этот подъём Но если Использовать Его для перевозки Грузов Это конечно Всё таки В определенных Случах Небольшой минус Например Когда нужно Поставить Много ящиков У меня Такое часто бывает Ящики невысокие Такие невысокие Нужно поставить Несколько ящиков И это конечно Уже не очень удобно Когда оно под наклоном Странно Странно Что да Они не сделали Нижнюю часть Съёмной Точнее Она как-то снимается Но это явно Делается В условиях Сервиса Скажем так А не В условиях Ежедневной эксплуатации Не знаю Для чего Они сделали Но это очень сильно Портит вид Особенно Когда сидишь сзади Зачем-то на потолке Потолочную обшивку Они закрепили Такими клипсами Хотя уже Сколько лет Другие производители Делают это всё Без клипс И это смотрится Гораздо лучше Ну очень сильно Даёт Ощущение Дешёвого автомобиля Конечно Вот эти клипсы Как будто так Собирается Как-то так Хотя при этом Есть много Всяких других фишек Сидения весьма Интересны И по форме И по отделке Разные ткани Разные материалы Используются Весьма симпатично Смотрятся Необычные серые сидения Сделаны какие-то Дизайнерские вставки В дверях Которые бывают Разного цвета На данном автомобиле Серебристые Смотрятся Ещё приемлемо Оранжевые Вообще Если честно Я не понял Для чего они Что касается Технической части Данного автомобиля Оснащается он Двумя видами моторов Точнее мотор одного вида Это 16-клапанник Автовазовский Два объема 1.6 и 1.8 1.6 имеет мощность Порядка 105 лошадиных сил 1.8 же Развивает более 120 лошадиных сил На тесте У нас представленная машина С двигателем 1.8 и с коробкой Механика Также на данном автомобиле Может быть установлен Робот То есть Роботизированная механика С двумя педалями Утрированно говоря Автомат И ходят слухи Что со следующего года Или может быть Чуть попозже Собираются сюда поставить Всё-таки вариатор Более привычный Скажем так Автомат Более плавно работающий Более экономичный По топливу Ну а у нас машина на механике С самым мощным мотором В линейке То есть На мой взгляд Это самое лучшее сочетание На данный момент В модельном ряду Веста Кросс Шестнарь Я думаю многим знаком Ведёт свою родословную Ещё от восьмиклапанного мотора Который ставился на восьмерке В нём уже конечно Произведено очень много изменений Изменяемая Длина впуска В зависимости От оборотов От разряжения В коллекторе В принципе уже известно Всё по этим моторам И я думаю Тюнинг не заставит себя Долго ждать И скоро уже будут И валы позлее И может быть турбокиты И прочее И данные моторы Будут уходить далеко За 150 сил Ведь это же автоваз А его покупают Очень часто Чтобы потом дорабатывать Ещё хотелось бы отметить Что данный автомобиль По ощущениям Выполнен уже на другом Технологическом уровне По сравнению С предыдущими моделями Автоваза В том плане Что здесь уже много Всяких резиночек Пластмассочек Которые уменьшают шумы Как я понимаю Та же самая Обшивка капота Сделана Которая уменьшает Шум от двигателя Здесь всякие Ветровички Защиты И как-то смотрится Уже совсем по-другому Даже здесь Вот чтобы капот Не вытирался А на многих машинах И более дорогих Очень часто здесь Натирает К пробегу До голого металла Здесь сделаны Вот наклеечки Специальные Очень приятно Как бы собрана машина По крайней мере По первому впечатлению И как показывает Практика эксплуатации Вест В кузове седан Который уже Больше года Если мне память Не изменяет на рынке В принципе проблем Машины не доставляют Ездят Радуют своих владельцев А учитывая Цену данного автомобиля То есть Насколько я понимаю Он стоит чуть больше 800 тысяч Данный автомобиль Конкурентов По сути дела нет То есть Если рассматривать Из универсалов Это у нас Сларгус Но он Гораздо ближе К коммерческой технике По ощущениям На мой взгляд Чем К легковому автомобилю Если смотреть Машины выше Там уже Ценники Далеко за миллион А если еще Учитывать Увеличенный клиренс То Машина просто Уникальна По своим характеристикам И единственное Чего конечно Ей не хватает Это полного привода Конечно же Но На самом деле Он нужен Не такому большому количеству Людей Я сомневаюсь Что он здесь появится Полный привод На этой машине Ввиду Конструкции задней подвески Да и цена бы С полным приводом Я думаю Разменяла бы Миллион Поэтому Это уже была бы Машина в совсем Другом ценовом сегменте Поэтому Будем кататься на том Что есть И попробуем ее Все таки В легком бездорожье И посмотрим Как она поедет КОНЕЦ